Вечернее шоу Аллы Довлатовой на Русском Радио. На сайте Одноклассники и на сайте Русского Радио, потому что это действительно красота красивущая. Это наши претендентки на титул Мисс Русское Радио. А именно, по очереди буду вас с ними знакомить. Значит, так, у меня уже у самой голова закружилась, понимаете, не то, что у вас. Итак, Куралёна Кристина. Здравствуйте, Кристина. Да. Они, девчонки, такие смешные. А давайте сразу с городами. Вы откуда? Я из города Костромы. Из Костромы. Из Костромы. А вы там родились? Да. Прекрасно. Вы сегодня будем говорить по Кострому. Костроме особенный привет. Как? Здорово, Кострома! Здоровенький. Да. Хорошо. С Кристиной вы познакомились, дорогие друзья. Крикунова Светлана. Да. Добрый вечер. Здрасте. Да, это радио, поэтому... Поэтому махать руками, надо звук. Да, ну и издавать звук. А вы из какого города? Я из города Обнинск. Шикарно, здесь недалеко. Да, всё верно. Да, я раньше ваш молочко пила. Очень вкусно. Да, но оно до сих пор производится, да? А что-то его до нас уже не доводит. Уже не в таких масштабах. Выпивают в тяжёлые времена в стране. Да. В данном случае в молочной продукции. Ну и Щетинина Дарья. Даша, здрасте. Здравствуйте. А вы откуда? Я из Санкт-Петербурга. Ой, ну это вообще моя родина. Родная твоя. И вы там тоже родились? Нет, я родилась не там. А где? Я родилась в Дрянске. Ага, а как в Питер попали? Уехала учиться и осталась. А, вы там учились? Да. Уже закончили обучение? Сейчас в магистратуре. А где? Что за институт? Экономический университет, бывший в Финнекаджи-Конгус. Это очень хороший вуз. Да, сейчас обучаюсь на госслужащего. Вот как. И где же вы будете служить-то? Надеюсь, что в Москве, здесь. В Кремле. В Кремле. Понятно. Не в Брянске, в общем. Не в Брянске. Нет, на самом деле, какая должность? Для того, чтобы в Кремль попасть, говорят, надо сначала в регионах себя проявить хорошо. Было бы неплохо, да. Да, а потом уже можно и сюда. Ну ладно, значит, сейчас с вами тоже, Света и Кристина, познакомимся по поводу ваших там вузов или где вы практикуете, работаете. Чем кто занимается? Кристина, наверное, учится, да? Давайте тогда начну я, раз уже так по кругу у нас пошло. Я работаю в компании Ораг Декор. Это очень крупная международная компания. А вот не надо называть компанию, а то не дадут вам теперь корону, потому что весь ваш миллион, вернее, корону-то, может, дадут, но весь ваш миллион пойдет на оплату рекламы. Вы зачем рекламируете в своей компании? Это было не спровоцированно, это от души шло. Ну, от души. От души тоже. Головой надо думать, не только красивой надо быть, но и умной. Ну, так я и думаю, у меня три высших образования. Ну, что-то странно думаете. Может, мы чего-то не знаем. Ну, может быть, да, все, мы больше вопросов не задаем сегодня. Поехали, Кристина. Я учусь в институте на втором курсе на инженера-конструктора мебели. Ох, какая! И что же, вы уже какую-нибудь табуретку сколотили? Да, скворечник целый. Скворечник? А скворечник — это мебель? Ну, да. Это недвижимость? Ну, туда тоже входит, как бы, вот. И так, в основном, чертежи на компьютере делать различные. Это интересная работа? Ну, со стороны, да. Вот более на компьютерах интересно чертить, создавать какие-то макеты. Ну, а воплощать это в жизнь потом? Кто-то другой будет или вы будете все до конца? Ну, дать им я еще подумаю. То есть вы еще не уверены, что вы пойдете работать в мебельную отрасль, да? Хорошо, друзья, сейчас мы послушаем песню, а те, кто уже подключились к прямой трансляции, там разговор наш продолжится с нашими красавицами. Извините. Ну, ладно. Не знали. У нас не было, получается, такого полноценного подготовки. А почему вы именно вас выбрали сюда? Потому что мы участвовали, ну, как участвовали, у нас была экскурсия, мы ехали на автобусе с санаторием Вассерманом, и он задавал вопросы исторического характера, и те, кто активно отвечали, выделили, и вот они мы здесь. А, то есть те, кто, фактически вы выиграли путевку сюда? Да, да. Отлично. Ну, и как вам, вот сейчас, честно, может, неудобный вопрос, но как вам Вассерман? Я просто с ним тоже один раз пересекалась. Ну, касательно какого-то внутреннего мира, мы, конечно, не поняли. У нас, потому что все равно, ну, не было столько времени, чтобы общаться, понять человека, но его умственные способности, Да, умственные, это мы знаем. Я имею в виду, как мужчина, он вам, как? Честно, ну как, ну честно, как вам Анатолия Зармана на челедке, а? Это непонятный предмет у него на челедке, постоянно он такая тяготу просто носит, все, ну, вот непонятно, как он. Слушайте, а у него реально во всех карманах что-то лежит? Да, причем у нас только прям сзади, ну, даже непонятно. Ну, получилось, ну, контакт-то был, получается, как-никак, мы же рядом, ну, фотографировались, надо было, поэтому. То есть вы чувствуете, что там что-то сзади, да? Ну, визуально даже видно, там причем карманах 40, наверное, и там прям вот со всех сторон. То есть жилетка в нем, это самая привлекательная часть тела? Очки. Нет, ну хорошо, а так-то вот как мужчина, вот как вы считаете, мужчина может так выглядеть? Ну, он же выглядит. Ну, это его образ. Значит, видимо, может, да. Это его образ. Все мы разные, ему комфортно быть в таком образе, почему бы и нет. Но он ходячая энциклопедия. Но с другой стороны, он запоминает. Ну, хорошо, вот может вам понравиться вот такой мужчина, как мужчина, для, там, для жизни. Возраст, возраст, да. Ну, если он был молодой? Не-не-не, подожди, сейчас мы определяем, определяем, что мы выбрасываем сразу, да, то есть какие вам могут не точно не понравиться. Значит, если мужчине больше скольки лет? Ну, мы 68, мы 68. Значит, больше скольки лет к вам не подходить? Больше. Да. Боишься, да, сказать о том? Ну, давай, с правду, нет, ну, правду. Нет, руководство Радио молодое, поэтому не волнуйтесь. Давайте цифру. Ну, больше, ну, не знаю, даже 40, наверное. Больше 40 не подходить. Ну, да, конечно. У всех такие критерии. Нет, больше 30, скорее всего. Я чуть-чуть поменьше. Нет, ну, а почему же, конечно, мы же не... Вы рассмотрите отношения на недолгий срок, или вот вы хотите, чтобы это были долгие отношения? Ну, так, брак, может быть. На брак, да. Уже, да, уже такой. Вы ориентированы на брак. Да. А Кристины еще нет, да? Ничего. Это самая маленькая такая. Ну, да, 20 лет, естественно. Нет, я сейчас остаюсь в отношениях, как бы. У меня сейчас долго. А мы не знали. Чурок, интерес. У меня сейчас, что мы долгие отношения. Да, пошли. Дорогие друзья, ну, те, кто смотрят нашу прямую трансляцию, вы сейчас узнали такое. Девчонки, претендентки на корону Мисс Русского Радио сегодня здесь со мной. Кристина, Света и Даша. Ну, и со Светкой Казариной тоже нам конкуренцию составляет. Слушайте, продолжая нашу тему, вот мы заговорили сейчас о красоте, да? Вот каждый из вас считает себя красивой? Да. Да. Больше того, мы всех считаем красивых участниц. У нас даже. То есть у вас нет ни одной страшилки, которая по плану попала? Нет. Прям все девочки красивые? Но это плохо? Нет, это хорошо. Это здоровая конкуренция. То есть это не очевидная победа, а полноценное участие в конкурсе. Кто как себя проявит, кто как себя покажет, тот и будет победителем. А как надо себя проявить, чтобы стать победительницей? Как вы думаете? Давай, Даша. У нас завтра уже финал. Да. И у нас будет пять выходов. Да. Один выход, получается, там, в общих одинаковых платьях, потом выход у нас в купальниках, выход в вечернем платье, выход спортивный. И вот как раз-таки жюри будет смотреть на то, как девушка себя проявляет, как она дает свою энергию, как она улыбается, как вот она несет себя по сцене. И в первую очередь оценивать будет жюри именно это, личный контакт. Они не видели нас две недели, они не знают наши характеры. Они будут смотреть уже по факту, что будет на сцене, как каждая девушка себя проявит, улыбнет в следующий раз. Ну, вот вы уверены в себе? Вы на сцену уже сколько раз выходили в своей жизни? В конкурсах? Много. Много, да. Один. Это не профессионалка, да? Так, а вы что, вы модели? Да, я модель. Ага, то есть Кристина и Даша модели. Из какого возраста вы модели? Вообще, наверное, лет 16, но вот прям профессионально с 18. А ты, Даша? Ну, с 18. С 18, то есть вы не те, которые с детства модели? Нет. Нет. Так, Свет, а ты никогда не моделировала, нет? Нет, она у нас эксклюзив. У меня немножко, да, другой опыт, я спортсмен, и поэтому... А, ты спортсменка? Да. В каком виде спорта? В плавании. Ух ты, и какой разряд у тебя? Мастер спорта. Ты мастер спорта? Это очень круто. Были бы аплодисменты, были бы руки, я бы помогла. Вот я и помогла, потому что они у меня есть. Слушайте, клево. Ну, а вот вы как себя ощущаете? Ведь фактически то, что делает конкурс «Мисс Русская Радио», это не просто сам по себе конкурс красоты, это же еще реалити-шоу. Как вам вот жизни в реалити-шоу? Да, говори, Кристина. На тебя почему-то стрелки перевели. У меня стрелки, да, потому что... Ну, как объяснить ситуацию? Бывают такие случаи, когда у нас моменты как бы неживые их снимают, но в то же время снимают моменты, которые бывают такие случайные. То есть там слезы, иногда кто-то что-то сказал, то есть камера сразу идет напрямик к тебе. Ну, они, то есть, не отходят никуда, они просто рядом находятся. Ну, вот как тебе вот это, лично тебе, комфортно? Поначалу было нет. Сейчас уже реально понимаешь, что конец вот всего этого. Близок. И понимаешь, да, уже что все, да, и что это реально шоу. Бой, он трудный самый, уже надо продержаться. Это реально шоу, и на котором надо, скорее всего, себя проявить, показать реально истину, то, что ты можешь выдержать все испытания, вот эти продержаться в них. В принципе, и все. Ну, конечно, это непросто. 24 девочки из разных городов, с разными характерами, с разных возрастов, разный менталитет. Конечно, это непросто. Идет накал, тем более мы очень сильно устаем, у нас целый день загружен. И еще это накладывается. Конечно, это непросто. И постоянно камера рядом с тобой. То есть ты даже не можешь думать о том, какую эмоцию тебе показать, ты просто показываешь себя, какой ты есть. Поэтому у нас и слезы есть, и много разных интересных историй у нас есть. У нас больше счастливых моментов. Да, ну а слушайте, подождите. Ну, Света ничего не сказала нам. Ну, на самом деле, самый важный фактор, на мой взгляд, это то, что мы все разные. И все реагируем по-разному, ведем себя по-разному. Нет, нет, тебе лично комфортно с камерой жить? Мне комфортно, да. Рядом, да? Меня любят все императоры. Потому что я всегда в камере. Почему? Не знаю, мне комфортно. Ты фотогеничная? Ну, думаю, что да. Общительная. Общительная. Я никогда не вижу там преград и всегда найду контакт с любым человеком. И как бы мне это интересно, мне это нравится. Так скажем, я получаю это в удовольствии на данный момент. Ну, хорошо. Продолжаем получать удовольствие. Везде камеры, друзья. Не переключайтесь. Да, мы продолжаем по нашей этой теме, да, то, что у нас самое интересное. Подождите, и так что, ты так испугалась? Девчонки не знали, что ты состоишь в отношениях. Да, все знали. Да мы не знали. А кто у вас? Из двадцати четырех? Соп, давайте так. Из двадцати четырех все равно вы сколько уже просидели там в этом вашем... Две недели. Две недели мы, да. Да. А где вы живете? В презент-отеле, да. Да ладно, а говорят, там одни эти... Ну, там мы помыть мимо нихуи. А они к вам не подстают? Нет, у нас сюда собрали от охраны. А, они, наверное, камеры не любят. Мы их редко видим, если честно. Да, то есть не сказать, что там прям наплыв большой, поэтому, в принципе, все очень хорошо. А там есть обычные посетители? Есть. Вот какие-то проводят форумы там тоже часто. Бывает такое, что мы приходим, и все вокруг усеяны людьми. Их настолько много, что мы вот так вот идем-идем прям змейкой, потому что, ну, какие-то мероприятия проводят. Ну, достаточно... Слушайте, а вас ни разу там никто не принимал ни за тех девушек? Нет, мы, к сожалению, этого не знаем. Да, как бы тут в голову не залезешь. Ну, потому что мы всегда... Нет, я имею в виду охрана, там, куда прешь там... Нет, я тебе в этом плане все очень, да, уважительно, достойно. Просто единственный момент, что мы всегда нарядные. Нас двадцать четыре. И когда мы приходим, все внимание сразу на нас. Потому что, ну, мы все равно входим все вместе. Так, хорошо, тогда давайте расскажите мне, кто еще, кроме Кристины, состоит в отношениях из девчонок? Из ваших, из девчонок? Уже! Еще точнее, кто что состоит? Да, вспоминаем. У кого есть кавалеры? А, я даже не знаю. Я даже не знаю, да, вот честно говоря. Я знаю, там, по приезду, там, может, у кого-то были, а потом они куда-то... Ну, может, исчезли. Как это так? Ну, я, что мы приезжали. Мальчики не всегда рады, потому что девочки уезжают в другой конкурс на... Другой город на конкурс, да. На конкурс красоты? Да. Как реагируют мальчики? Как реагируют мальчики? Ну, как, что он говорит? Если ты поешь, мы расстанемся? Прямо, ультимативно? Да. И что вы выбираете? Конкурс красоты? Нет, а вот, Крида, вот ваше мнение. Нужен такой мужчина по жизни, который тебе ставит ультиматум? Потому что мужчина должен, наоборот, провоцировать твой рост, способствовать этому, помогать тебе во всем и поддерживать. И тогда и ты будешь с благодарной отдачей, ну, как бы, относиться к этому мужчине. А когда идет какой-то ступор, какой-то барьер и ограничение, ну, это неверно. Ты должен всегда поддерживать, всегда радоваться успехам, а не так, что, ага, сейчас она станет выше, это ненормально, нужно это прекратить, это уже неверно. А это жизнь, и жизнь одна, и она коротка, и чтобы была полноценно дружная семья, это неверно. Но их же понять, в каком смысле можно. Это же обычная, может быть, мужская ревность. Может быть, не то, что он боится, что ты станешь выше его. Нет, наоборот, когда он бежит за сильным, да, как он называется, кто впереди тебя бежит. Ну, короче, ты бежишь за лидером, да, ты бежишь, и твоя скорость становится выше автоматически, потому что ты все равно хочешь перегнать и обогнать, особенно если характер. Поэтому я думаю, что сильный мужчина вряд ли будет этого бояться. Это ревность, мне кажется. Нет, есть две стороны. Просто есть одна такая сторона, а есть вот, да, и ревность. Ну, это однозначно, потому что все равно, понятное дело, куда мы едем, да, то есть все равно у нас насыщенные будни, и мы постоянно общаемся, знакомимся с людьми. Возможно, что да, действительно этот момент есть. Но в любом случае должно быть адекватное восприятие ситуации. И компромисс, да. И компромисс, да. А у вас есть, мы, кстати, можем эту тему вообще про мужчин. Вы замяли, кстати, вы мне не сказали. Пока мы в трансляции, а не в эфире на всю страну. Кто еще из девчонок? Да я не знаю. Я не знаю. У нас настолько будни, не касаемо личной жизни, у нас нет вопросов касаемо личной жизни. У нас даже не спрашивают кого-то, у кого нет. А ну это не запрещено, да, для конкурса? Ну, все, мы сегодня вечером придем. Главное, что не было официально. Да, 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 и детей. Иначе ты не мисс. Интересное сообщение прислали, я в эфире его зачитаю и задам вам на эту тему вопрос. Он касается красоты. Специально не буду давать, много времени для подготовки. Так, ну хорошо. Значит, по поводу, если продолжать отношения. Вы говорите, что вы все за уже взрослые отношения, да? Да, не все. Ну, я нет, я за серьезные отношения. То же самое, да? Но это как, вот вы живете, получается, пока в незарегистрированном браке, да? Вот. Ну, то есть свадьбы тоже, естественно, не было, да? Нет, до этого далеко. А сколько вы уже вместе? Восемь месяцев. Восемь месяцев? А он предложение уже делал? Нет. А, не делал. На эту тему еще не обговаривали. То есть, ну, еще рано. Как бы я поставила в рамки того, что надо сначала закончить учебу, в первую очередь, на самом деле. Ну, это после... Это сколько? 21 я закончу, получается. Тебе еще еще? Да. И то есть, вообще рассчитываю после 23, после 24 выйти только замуж. Не знаю, почему именно эти цифры, но вот просто хочется именно учебу закончить, потом, что магистратуру быть, я не знаю еще. Под путешествовать. Думаю, да. И свои дела еще поделать. Какие? Так же на конкурсах поделать. Потому что все конкурсы, они заканчиваются после 25 лет. То есть, до 25 лет хочется себе уделить времени. У нас есть прекрасная участница, у которой день рождения завтра. Ну, это да. На финале. Ей будет тьму. А что вы говорите? Ну, такая фраза, что мудр будет. Но 28 это не 48. Ну, возраст только украшает, на самом деле. Да, потому что, ну, все равно. Она переживает, поэтому. Человек набирается мудрости. Почему он переживает? Возраст, да. Что возраст? 28 лет. Хотя она, честно, не возрастет 28, она такая сжигалка. И некоторым девчонкам 20 не отдаст. Ну, слушай, ты вспомни, когда я был 18, сказал, что 28 это просто... Да, да. Старый сголдокый. А сейчас уже рамки вышли. Не помнишь? Ну, я не помню. Я вообще как-то не придавала значения. Вот я не помню, что я задумывалась о возрасте. Мне наоборот, меня все время расстраивало, что я выглядела моложе своих лет. И я врала всем, что я старше. Вот. Вот это было... А сейчас наоборот, да, наоборот, это моложе, что она выглядит, что она выглядит девчонка. Ну, или на свой возраст. Сейчас, когда девушка выглядит старше своего возраста, это уже типа... Какой ужас. Наоборот, все изменилось. Ну, это смотря в каком возрасте. Ну, допустим, девушка, там, ей 22. Ну, в 22 я уже не хотела бы. Я говорю, когда мне было 13-14, я хотела бы, когда мне все думали, что мне 18. Как это понятно, да. Да. Ну, вот. Нет, в 22 уже абсолютно все довольны, да. Со собой. Да, после там 25 уже... А вот скажите, мне интересно, вы вот с самого начала были красивыми, то есть вот с самого детства вы привыкли к тому, что я хорошенькая? Или были какие-то периоды гадких у тебя... Гадких у тебя... Дорогие друзья, у нас сегодня три кандидатки на корону Мисс Русского Радио, финал которого конкурс пройдет завтра. И, кстати, где? В колонном зале Союза. Да, вы что? Да. Да. Вот это круто. Это, конечно, очень круто. Ну, ладно. Разговор-то о чем? Самое главное то, что вы, наши прелестные девушки, все считаете красивыми, да. Эталоны красоты, они у всех совершенно разные, но вот интересный факт, я прочитала, что исследование в 2011 году проводилось, и спрашивали людей, кто для вас красивый. И у них, у каждого человека есть свой визуальный образ красавицы, то есть каждый человек его имеет. Значит, около 30% указали на собирательный образ красивой женщины, что он создан под влиянием телевидения. Самыми красивыми красавицами всех времен народов чаще всего называли Одри Хэбберн, Мэрлин Монро, Анжелина Джоли. То, что касается наших женщин, вот, к сожалению, ни молодые участницы и участники опроса, ни более взрослые наших не вспомнили. Вот у меня к вам вопрос. У каждой из вас есть свой образ, да? Кто для вас самая красивая женщина? Вообще, в принципе, не только российские? Да, да, вообще, в принципе. Тишина. У меня есть образ, и это какой-то мой определенный внешний идеал, это Бриджит Бордо. Угу. Вот, потому что, ну, как бы у нас, я не скажу, что прям одинаковый типаж, но мне как бы очень нравится. Я одно время очень подглядывала за ней, ну, как бы в молодости. Вот, и мне нравилась она очень. Она тоже была такой иконой достаточно в свое время. Была? Да, хорошо. Так, дальше? Ну, вообще вопрос в тупик. Почему? Потому что, когда так вот спрашивают, и сразу все вылетает, и ты забываешь те эталоны, которые тебе нравились. Ну, вот, чтобы прям выделить, ну, я, наверное, тогда отличусь, я хочу выделить тогда российских. Да. То мне очень нравится Вера Брежнева, потому что на самом деле она не выглядит на свой возраст, и она вот так вот себя подает, настолько энергично, ты смотришь на нее и понимаешь то, что да, у нее вот есть возраст, мудрость. Но при этом она такая молоденькая девчонка, и это здорово, то, что спустя годы ты проносишь вот эту энергетику и показываешь, и даришь ее людям. Да, хороший пример. Дальше. Ну, мне, конечно же, нравится Аня Лорак. Она такая энергичная. У нее, кстати, есть родинка, как у меня, поэтому мне это прямо нравится. Это такая изюминка, на самом деле, бросается сразу в глаза. То, что она позитивная, всегда, ну, везде, вот, где бы она, наверное, не была на каком-либо мероприятии, она всегда подает себя, вот, как прямо женщина, прямо львица такая вот. Прямо, ну, вот нравится вот это. Ну, что, смотрите, как интересно, да? Одна блондинка, вторая блондинка, то есть две блондинки и одна брюнетка, да? А то, что касается этого опроса... А опрос же не у нас проводился, как я поняла. Поэтому туда и наши не попали, видимо. Нет, наши попали, потому что опрос проводился у нас. А у нас все-таки? Конечно. Ты сказал, что в тройку никто не вошел. Нет-нет-нет, в эту тройку не вошли, а когда все-таки начали пытать, вот так же, как я вас выпутала, да, назвали два имени. Валентина Толкуновой и Ирина Алферовой. Вот так. Да, вот понимаете, как интересно. Без комментариев это называется. Хотя с Алферовой я, пожалуй, бы согласилась. Алферова была признанной красоткой, конечно. Вот. Значит, но, тем не менее, вот для меня всегда самой красивой женщиной нашего кинематографа была недавно ушедшая от нас Элина Быстрицкая. И вот когда стали спрашивать, а самое красивое это какая? Какие глаза, какие волосы, какая фигура? И каждый человек давал свое описание. Так вот, самое популярное описание это брюнетка с большими яркими выразительными глазами, средней комплекцией и пропорциональной фигурой. За брюнетку проголосовало большее число людей, нежели за блондинку. Понимаете, какая история? Я соглашусь, потому что вот в модельной истории 100% больше брюнеток любят. Да? Да. Это правда. А кто их больше любит, скажи? Ну, как бы, да, там, на подиумах, там, еще на каких-то мероприятиях и так далее. Брюнеток чаще выбирают, да. Ну, брюнеток вообще больше. Они ярче. Блондинок меньше, чем брюнеток. Ну да. Поэтому их выбирают чаще. Блондинок меньше, чем брюнеток? Конечно, да. Ты имеешь в виду, что я имею в виду натуральных. Натуральных. Блондинок меньше, чем брюнеток. А чем не натуральные, хуже натуральных. Не-не-не-не, минуточку. В принципе, в популяции брюнеток всегда больше. Да в популяции вообще блондинов, говорят, через какое-то количество лет просто не будет, да, если мы не будем друг с другом блондины соединяться, вот, а вам вот как, кому больше нравится брюнет, получается, вам все-таки больше нравятся блондинки, да, то есть если бы вы были бы хозяйкой какого-нибудь крутого магазина и выбирали бы себе модели, вы бы выбирали блондинок, да? Ну нет, на самом деле это было бы тематично, смотря для чего, да, и, соответственно, уже образ бы подбирался. А вот цвета в одежде, кому больше, вот больше идут цвета, вот вы, особенно, кто модели, те знают, брюнеткам или блондинкам большее количество цветов идут? Блондинкам. Ну, блондинкам такие оттенки, наверное, не особо яркие. Брюнеткам, потому что, например, бледные цвета, вся линейка блондинкам не очень идет, бледные, а брюнеткам очень хорошо. Но стилисты, визажисты и так далее, они любят больше блондинок. Почему? Потому что лучше на волосах видна текстура. Брюнеток не очень любит. Ну, прекрасно. Вот на этой замечательной ноте, мне как блондинке тоже будет не совсем обидно, сделаем небольшую паузу. Ну, продолжим. Ну, все-таки, блондинки или брюнетки? За кого? Я русая, я вообще посередине, да. Я ведь ваша, вы наша. Нет, ну тебя можно считать как блондинка уже, по большому счету, как блондинка. Я всю жизнь была блондинкой. Это моя история, потому что каждое лето я выгораю и становлюсь очень белой, а в течение года у меня волосы темнеют. А вот сейчас этот вот цвет? Да, мой натуральный. А, это натуральный. Ни разу не красила волосы. Ага. Ну, вот видите как. Натуральный. Ну, кстати, когда начинаешь красить, у меня тоже был натуральный, очень хороший цвет, но у меня вот чуть-чуть потемнее, он больше пепельного было. А я с 17 лет уже на телевидении, и у меня камера, камера не воспринимала этот цвет, меня заставили красить. Волосы вот в жизни красить, ну, а на камере он был мышиный, и в общем ужас, вот почему-то, как ни странно. И стали волосы темнеть. Да. Да. А когда ты красишь, я тоже блондинка была. Да, но я имею в виду, что когда, если начнете красить светлые волосы, то они еще потемнеют. С чем это связано, я не знаю. Так что, да, пока нет седины, не красьте. Так тут опять же плюс, потому что седина не так будет видна, когда темные волосы, она прям очевидна, там один волосок, но все равно будет выделяться. А тут такой нет конкурсов. Ну, 20 лет, конечно, нет седины. Странно было бы, да. Слушайте, ну, а вот правда, если мы снова возвращаемся вот к этому конкурсу, я, конечно, в эфире задам более конкретно. Ну, вот есть уже у вас ощущение, что может победить вот это или это? То есть вот по настроению такому коллективе. Конечно, есть. Каждый день эта ситуация на самом деле меняется. Здесь, наверное, есть определенная игра наших режиссеров, так скажем, наших нервов. Да, и каждый день меняется. То есть в один день мы уверены, что тут что-то не так. Наверное, вот все-таки будет что-то, можно ожидать. А на следующий день мы понимаем, что нет, все оказалось гораздо проще. И как-то в данной ситуации мы сделали для себя вывод, что не нужно ничего ожидать, пусть будет как будет. Получаем удовольствие, наслаждаемся прогулкой. Просто как лотерея, мне как повезет, по сути, на самом деле. Да, действительно, да. Просто проявить себя на сцене, показать свою харизму, то есть покорить. Просто все, что ты способен, выложится именно просто на сцене. И все очень многое зависит от жюри, потому что будет один состав, будут одни девочки в выигрыше. Будет другой состав, будут другие уже девочки в выигрыше. Поэтому это тоже человеческий фактор играет роль. Конечно, играет, да. Играет однозначно. Так, ну а скажите, вот что вы хотите ввести? Ну, кроме главного приза, конечно же, что еще? Вот кому что надо, там, я имею в виду материальные ценности? Мужа, 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 мужа. Так вы считаете, что конкурс красоты способствует? Да нет, это не касаемо конкурса красоты, это касаемо, в принципе, мероприятий, где собрано очень много людей. Это не обязательно может быть конкурс красоты. Просто сейчас мы находимся здесь, почему нет? Вдруг мы встретим человека, с которым сможем связать свою судьбу, а мы знаем, что опыт такой был. Да, у кого? Девчонок. По-моему, прошлогодняя участница был. Опыт, да, она, по-моему, в положении, да. Да, вы что? А с кем она познакомилась? А вот с кем-то. Да, с кем. Мы не знаем. Отсюда. Да, вы что? И она замуж вышла? Ну, я не знаю. Или он просто и ребенка заделал? Ну, нет, они как планировали. Это нам рассказали, да, мы посмотрели, на социальные сети развитые, соответственно, мы зашли, посмотрели, картинку сравнили, поэтому вот вроде бы как все работает. Нет, говорят, что будет, а свадьба все, все будет хорошо. Поэтому, ну, это так, знаете, это... Женское просто какое-то желание, мечта найти люди. Если нет, то это, в первую очередь, знакомство, дружба, женская дружба. В первую очередь, а шума, почему вы мне не сказали? Мне уже подарили. Вам уже подарили. О, мы только что узнали, у нас же сегодня претендентки на корону Мисс Русская Радио, финал конкурса пройдет завтра. Света только что, я говорю, что хотите вывести, кроме короны и миллиона? Девочки, честно, признались и сказали, что мужа. Некоторые. А шубу? А свет сказала, что ей подарили. Кто вам подарил шубу? Да, у нас, получается, был региональный конкурс. И в Обнинске, когда я победила, мне подарили шубу, шикарную корону, еще кучу призов. А мужа? То есть не подарили. Мы же не подарили, я просила, я мигала, моргала, что только не делала, но сказали, вот, езжай, поэтому мы тебя и отправляем. Слушайте, ну вот это странно, наверное, или как, что красивая девушка, умная, обучающаяся, тут вообще у Светы три высших образования уже есть за плечами, и нету достойного мужчины рядом, одна, одинокая. Нет, ну все равно, получается, что вы должны быть на расхват, там не просто, нет, я не говорю сейчас обязательно про мужа, но я считаю, что, ну, кавалеров должно быть. Они просто боятся, мальчики, не бойтесь, девчонки хотят хорошего мужа. Вы придирчивы, да? И главное же не количество все-таки, а качество. А качество хромает. Хромает, да? Где-то чего-то не хватает. Так, а скажите, сколько предложений каждый из вас на сегодняшний день, предложений руки и сердца получало? Два. Я ни одного не получала. Так. Ни одного. Ни одного? Так, а Свет, тебе сколько лет? Двадцать четыре. Двадцать четыре. Что-то, пожалуйста, что-то происходит с экологией. В смысле? Ну что, я в двадцать лет, у меня уже было предложение пятнадцать. Сколько? Пятнадцать предложений руки и сердца. Сколько выбрала? На тот момент ни одного. А, нет, в двадцать лет в результате одного все-таки выбрала, да. И вот двадцать один вышла замуж. Ну, чуть меньше мне было. Нет, правда, нет, предложение руки и сердца я начала получать с шестнадцати лет. Что это такое? Я никогда не выиграла конкурсы красавли. А вы, красавицы, вообще писаные. Почему это творится такое? Время немножко другое. Сейчас это не принято, да? Ну, сейчас, да. Сейчас как-то брак потихонечку пошел. Чем как-то, ну, нехорошо, мне кажется. Да, есть такой стереотип, что чем раньше выйдет. Что, чем раньше? Ну, выйдешь замуж. Например, вот лет шестнадцать. Не обязательно выходить. Но мужчина должен к этому стремиться тебя завоевать. Это понятно. Ну, для этого нужно время, скорее всего, чтобы понять, какой это человек, там, потом пожить с ним. А вот не надо пожить. Вот потому что, когда пожить, тогда зачем ему жениться-то уже? Нет, вы не думаете об этом? Сейчас зациклены как-то все на развитии карьерном больше. И поэтому, может, они меньше обращают внимание на какую-то, что надо же семью строить. Мне кажется, еще идеалы изменились в современном мире. И поэтому, ну, не поженимся, а так попозже. Не сегодня, а так завтра. И вот так вот пары многие этот момент передвигают-передвигают, а выход... Слушайте, Жванецкий сказал, красивая женщина разъединяет мужчин и сплачивает женщин. Вот как вы считаете? Как вы эту фразу понимаете? Разъединяет мужчин в драке, может, и сплачивает, не знаю, сплачивает красивых женщин? Нет. Нет, красивая женщина разъединяет мужчин и сплачивает женщин. Как вы понимаете это выражение? Я уже начинаю вас готовить, завтра конкурс. Вы же понимаете, что там интеллектуальные вопросы тоже будут? Ну, чего? Ну, разъединяет мужчин, я думаю, что это про какие-то конфликты, что придет женщина, и мужчины сразу успокоятся. Нет, успокоятся, да? Успокоятся, и возьмут образ джентльмена, и разойдутся. Вот, а в плане объединять женщину, красивая женщина может быть идеалом, и за ней могут идти толпы. Вот это хороший вариант. Нравится, да. В этом смысле, да. Как вы, девчонки, понимаете это? Ну, то же самое, скорее всего, да. Мы тоже самое. Нет, согласны. Мы поддерживаем Даню. Нет, это неправильный ответ. На конкурсе красоты вы должны давать свои варианты и стараться, чтобы эти варианты были интереснее, чем у предыдущих участников. Давайте тогда еще раз. Получается, сплачивает женщин, и разъединяет мужчин. Да, быстро. Давай уже про сплачивать не будем, давай про мужчин. Ну, на самом деле, как обычно говорят, что когда появляется женщина, тогда уже мужчины теряются и не могут нормально сконцентрироваться на том или ином процессе. Они не знают просто, что сказать и что сделать потом по ходу просто. Вот все-таки, когда 20 лет, Михаил Михайлович снова не понимает. Я уже о своей фразе узнал сегодня. Да, я тоже так думаю. Но вообще разъединяет мужчин. Почему? Потому что есть два друга. Приходит очень красивая женщина, они оба в нее влюбляются и становятся конкурентами. И дружбе. Все. Нет дружбе. Остается немного времени, но мы все-таки должны это выяснить. Миллион. Миллион – это как приз, который получит королева. Ну, в смысле, та, которая станет победительницей. На что потратите миллион? Я долго думала, честно. Я знала, что этот вопрос будет в любом случае. Он будет либо здесь, либо на шоу, либо еще. Да, он везде будет, куда бы вы потратили миллион. И я действительно смотрела интервью прошлых победительниц. Я поняла, что я потрачу этот миллион не то, что… Нет, подождите, а зачем вы смотрели интервью прошлых победительниц? Потому что миллион – это вполне реальные деньги, и у вас есть нереальные нужды. Ну, вот и я поняла, какие нужды, ну, какие нужды. Я поняла, что этот миллион я потрачу в свое образование, в мозги. Потому что его много не бывает, лишним оно не будет, и оно останется с тобой навсегда. Оно не сломается, оно не потратится, оно будет с тобой… То есть это, как это называется, инвестиция в себя? Да. Так, а вы? Только сейчас, чтобы никто не сказал, я просто вот так же сделаю. Нет, даже если вы так же сделаете, нужно сказать своими словами. Нет, мы сделаем не так же, ну, по крайней мере, я, потому что образования у меня уже достаточно, и все равно я каждый день сталкиваюсь с ситуациями, которые помогают, так скажем… Куда, миллион? Ах, хотела уйти, как бы уйти. Ну, честно, я купила бы квартиру, потому что, когда я участвовала в Обнинске, мне подарили сертификат, ну, там определенную сумму. Я бы добавила этот миллион и добавила бы еще. То, что скопила. Я бы купила квартиру, да. Ну, я просто люблю сама что-то делать постоянно, поэтому для меня важно именно приобрести покупку эту вот самостоятельно. Квартиру где? А вот это хорошее. Вот что уже вопрос, где мужа найду, там и куплю. Ну, а чего? А если мужа до этого не найдет, что же квартиру? Да нет, ну, конечно. Ну, на самом деле, если говорить уже более объективно, то, наверное, все же в Обнинске. Хватит денег уже тогда на квартиры в Обнинске. Ну, кстати, они от московских цен особо не отличаются. Да вы что? Серьезно? Да. Между прочим, да. Ну, так тогда покупайте лучше под Москвой. Наша эта мечта, что не хватает на Москву, поеду в Обнинск, можно забыть, да? Да, да. Так, ну и что, Кристина? Ну, я бы половину отдала родителям, скорее всего, это самое главное. А второе потратила на себя, но потратить на себя в плане тоже учебы, потому что на дальнейшее тоже хочется, как бы, блин, бюджета немного у нас, как бы, бывает, поэтому платное образование. Ну, не знаю, скорее всего, на путешествия. Куда ты хочешь, мечтаешь съездить? Хочу в Париж. В Париж? Да, там очень красивая близкая башня, кофе, кроссаны, поехали. Я всех с собой возьму. Ну, конечно, ее гавалер, который отпустил, кстати, как его зовут? Его зовут Михаил. Миша, я думаю, что он рассчитывает, что в Париж полетит он. Париж – это город для влюбленных. Ну, на полмиллиона можно съездить. Да, на недельку. Да почему? Там на полмиллиона останется еще и денег, чтобы доучиться в институте. Смотря как ехать. Я думаю, что все не просадит, тем более девочка, какая хорошая родителям половину сказала, отдаст. Так, ну что, последний вопрос, наверное, такой. Что бы вы пожелали следующим участницам конкурса «Мисс Русская Радио», которые придут сюда в эту студию и выйдут на финал уже в следующем году? Да, по очереди. Кто первый? Я бы пожелала в любой ситуации оставаться, во-первых, человеком, быть добрым, отзывчивым. И когда ты живешь в такой напряженной атмосфере, где у вас 24, там, в предыдущие годы их было больше, ты должен все равно уделять внимание не только себе и своим амбициям, но и в это же время уделять время другим. Потому что для многих это важно. Не у всех сильны характеры, и не каждый человек может справиться с этой нагрузкой, напряжением. Поэтому мне кажется, что вот это более важно. Ну и не забывайте все-таки про свои амбиции тоже. Так, Даша? Я желаю мира самой собой, потому что в любой непонятной ситуации, которая происходит там в рамках шоу, не шоу, ничего не должно тебя сталкивать с пути. Ты всегда должна быть уверена в себе, что ты красотка и что все будет хорошо. И ни одна девушка, другая участница, ни один организатор, ни один проект не должен это убивать в тебе. Поэтому я считаю, это мир и гармония с собой, уверенность. Кристина? Ну, хочу сказать то, что лучше быть такой, какая ты есть на самом деле. Не показывать обложки, то есть на камеру не надо переигрывать, наигрывать. Просто вот реально жить такой, какая ты есть, и все. Замечательные, прекрасные слова. Друзья, это наши Света, Кристина и Даша. Завтра они выйдут, вы помните, в колонном зале проходит финал конкурса Мисс Русская Радио. Девочки, я желаю каждой из вас победить, ну, по крайней мере, победить те свои комплексы, которые не позволяют стать победительницей. Это уж точно. Я с вами, друзья, не прощаюсь, а с нашими красотками. До завтра. До завтра, спасибо большое. Вечернее шоу Аллы Довлатовой на Русском Радио.